Всем привет! Сегодня я хотела бы вам рассказать о своей операции на глаза. Сегодня будет первая часть, потому что информации действительно очень много. Сегодня вам расскажу, как проходила операция, что мы, в принципе, делали перед ней, где я делала операцию и тому подобной информации. Так что, кому интересно, оставайтесь и, конечно же, сразу предупрежу, если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментарии, я на всё отвечу, я вам обещаю. Итак, почему я решила делать операцию и как я на это решилась, я рассказывала в видео «Я не вижу». Так что, если вам действительно интересно, с чего вся история начиналась, то обязательно его посмотрите. Там я спрашивала, кто как считает, какое у кого мнение стоит делать, не стоит делать, кто бы решился на операцию. Я в итоге решилась. Сначала мы хотели пойти, я думаю, в одну из самых знаменитых клиник, клиника Фёдорова. Фёдорова же, или... Если не Фёдорова, то я обязательно напишу, как она называется внизу. В итоге я попросила маму, чтобы она позвонила и спросила, что да как, потому что на тот момент я ещё занималась курсовой работой, и сидение на телефоне мне было не очень удобно, потому что звонить надо на стационарный телефон, и с мобильника это делать некомфортно. И, в общем, когда мама мне позвонила и сообщила такую информацию, что в июле запись была только на конец октября. Я посидела, подумала, что-то надо делать, потому что операция у меня всё-таки должна была пройти летом, либо чуть-чуть захватить сентябрь, потому что всё-таки учёба последний четвёртый год, дипломный год, и надо делать курсовые дипломы, сдавать экзамены. Поэтому валяться во время обучения дома я, конечно, не хотела. Позвонили мы в клинику «Эксимер», также которая находится у нас в Санкт-Петербурге на Праскином переулке. Переулок один из самых страшных, как по мне. Я в таком излачном месте никогда не была, вот только когда операцию делала. Ну, в общем, мы пошли туда на консультацию. Об этом я также снимала видео, что вот я пойду. Это было видео подготовка операции. Я там подробно рассказывала, как я ходила, но я не говорила, что в итоге всё-таки решили. И, как вы все знаете, мне делали ФРК. ФРК мне делали, потому что, во-первых, у меня очень высокая степень миопии близорукости, амблиопии, то есть там вообще просто было навалом всё. Оттуда я узнала, что у меня глаз правый минус 12, левый минус 8. Это была очень неприятная новость, потому что я считала, что меньше, но оказалось, что вот так. Так, врач рекомендовал сделать ФРК, потому что была возможность заболевания, о котором я также рассказывала в подготовке операции. Если вам интересно, смотрите видео, либо сейчас немножко поделюсь об этом. Понятное дело, что я уже на операцию была очень готова, и поэтому, когда мне сказали, будете делать тогда ФРК, как раз ФРК сейчас дешевле немножко выйдет. Я такая, ммм, дешевле, во мне такой, знаете, жоп заиграл, ну раз дешевле, надо делать. Когда я услышала сумму, конечно, немножко прифигела, учитывая, что на тот момент мы только отремонтировали кухню, и на нее ушло очень большое количество денег, и операция практически была сравнима с стоимостью, сколько стоит у меня кухня полностью, то есть полной отделки, с полной мебелью, дорого. Перед этим он нам сделал, понятное дело, скидку, если мы оплачиваем анализы, которые сдаются перед самой операцией, и сказал, все, в любой день приходите, то есть, знаете, как из пальчика кровь взять, у меня непонимание, я думаю, разве к этому не надо готовиться, как-то что-то делать перед этим, еще что-то, то есть это было настолько просто, он говорит, все, можете приходить в любой день. Извините, у нас к любому врачу так не придешь, надо подготовиться, надо не попить, не поесть, не пописать и тому подобное, да, а тут в любой момент приходите, мы вас ждем. Ладно, я даже помню, что это был вторник, мы назначили операцию на вторник, это, я не помню, 2 августа, если не ошибаюсь, это было. Мы приехали в клинику, время такое, около часа, где-то мы приехали дня, я, понятное дело, монаражировала полностью, то есть мне было страшно, я не представляла, что это и как, ну, действительно, мы оплатили полностью операцию, но перед этим надо было сделать, сдать анализы. В общем-то, все расценки, все-все-все расскажу вам в отдельном видео и про каплю, потому что сейчас пакет просто с ценами не у меня. В этом видео я рассказываю о том, как проходила операция. Взяли у меня кровь из вены, я сидела, получается, уже на этаже, где делают с ней посредственные операции, и, знаете, живой поток такой был, на ФРК было 3 человека, а на обычную лазерную коррекцию было 4 человека, передо мной было 2 мужчины, и больше передо мной не было ни женщин, ни девочек. После меня была девочка, потом женщина, то есть я одна из самых первых девушек пошла. Сидела я в этой очереди, мама уже надо мной смеялась, я говорю, все, я пошла в туалет. И, знаете, в туалете сижу и мысль, господи, может, меня отсюда вообще не выходить, вот сейчас меня позовут на операцию. И это настолько, знаете, для меня странно было, что это же операция, для меня это такое слово, это такое сложно, а там просто как конвейер, людей в одну дверьку впускают, в другую выпускают, и вот так вот по кругу все это идет, и тут зовут меня. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна, проходите. Я, конечно, встаю, иду в кабинет, который перед самой операционной, в меня намазывают какое-то средство, очень которое жгло, а у меня кожа была еще очень сухая, чтобы продезинфицировать, понятное дело, я делала всю эту область, но это было ужасно неприятно, то есть мне сказали вообще глаз на не открывать, ничего не трогать, потому что ай-яй-яй. Одели на меня костюм, значит, в котором проходила операция, это знаете как, в операционной одевают на халаты еще, как же эта ткань называется, в общем, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, одели, понятное дело, шапочку, то есть все меня мудировали, и тут настал момент, когда мне идти на операцию. Меня вызывают в главный операционный кабинет, там сидят миллион людей, просто я не знаю, ну я без очков была, я не особо могла сориентироваться, где что, меня куда посадили, там я села. Там был заведующий отделением операционного, и все, он такой, ложитесь. Мне закапали капли, во-первых, перед тем, как я в операционную заходила, мне капли-капли замораживающие, и там еще закапали какие-то капли, говорят, ложитесь, там подвиньтесь, то там зафиксируйте, вот так вот все, руки не двигать, не поднимать, то есть особо какой-то фиксации не было. Я, знаете, думала, когда я приду на операцию, что мне голову в какой-то мундир оденут, тут, извините, чуть ли не ремешки на меня натянут. Вообще ничего такого не было, то есть просто я голову положила, мне ее ничем ничего не закрепляли особо, там чуть-чуть вот какие-то крепления вот здесь были, и не более, то есть не было никаких решеток, и тому подобное перед моей головой, и я такая, окей, все, я готова, и знаете, вот вы когда лежите над этим лазером, вы его видите, и говорят, ну сейчас вам начнут делать операцию, сразу предупреждаю, слабонервным даже лучше этого не слушать, потому что показывать я, понятное дело, ничего не буду, но лучше, ребята, просто даже не слушайте это. С чего начинается? Ой, не могу, я смотрела все видео перед операцией, что мне буду делать, поэтому я даже знаю, как это все выглядит, но это так мерзотно. В общем, накладывали специальное железное кольцо на глаз, на роговицу, капали специальное средство, чтобы роговица, я не знаю, как это объяснить по-медицинскому, если вам интересно, смотрите, конечно, видео, накладывали кольцо железное, капали туда специальное средство, и тут у меня начиналась слепота, то есть я реально ничего не видела, и у меня начался страх, я безумно начала дрожать, у меня стучали зубы, у меня дрожали руки, мне говорят, не дергайтесь, а я не могу это остановить, то есть я вот так вот чуть ли не сижу, я не могу, это очень было страшно, потому что, понимаете, в мгновение ты и так плохо видишь, и тут ты начинаешь видеть ничего. Потом начинают этот лоскут кожи просто от глаза счищать специальным ватным, ну не ватным, специальным тампоном, у них такие как бы медицинские, понятное дело, счищают весь этот лоскут, то есть получается, что у вас как дырка в глазу, которая должна будет заживать, и вот после того, как счистили вот этот вот кусочек, господи, я ведь все это знала, я знаю, что это называется лоскут, но лоскут какой части, не могу сказать, господи, я такой дурачок, надо было подготовиться, но зачем вам эти термины, в общем-то, я рассказываю о ощущениях. Когда все это счистили, начался лазер. Мне говорят, смотрите, пожалуйста, вот именно на красную вроде ту, конечно, на красную или зеленую, не помню, какого цвета была точка, смотрите, в общем, вы ничего не почувствуете, а я же почти ничего вообще не вижу, у меня полнейшая просто темнота. Окей, смотрю, начал лазер на меня действовать, и я вообще перестала что-либо видеть, потом мне капнули капли, 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 и опаньки, я вижу, то есть этот глаз у меня заклинен, а этот мне оперирует. Я такая, очень странно как-то, я видеть начала. Одели мне специальную линзу, чтобы все это заживало под ней, начали оперировать другой глаз. С другим глазом у меня такая же мандражка началась, я думала, ну раз мне это сделали, чего бояться второй-то глаз делать, но нет, опять это железное кольцо, средство счищения, потом то-се, миллион каплей было, миллион, просто мне залили, все, я вышла с мокрыми волосами оттуда. Но это правильно, потому что глаз все-таки иссыхает, и... А, знаете, что было самое странное, сложное, страшное? Это когда только вы начинаете ложиться на операционный стол, вам расширителем расширяют глаза, а у меня глаза очень маленькие, очень маленькие. И, господи, как это было им сложно расширить мои глаза. То есть это вставляют в веки специальную штуку и раскручивают ее вот до таких размеров, чтобы было видно глаз. Господи, как я дрожала, мне все, вот уже чуть ли не держали вот так за грудную клетку, что типа, ну лежи, господи. Не могла, потому что страшно и вообще непонятно, что с тобой делают. И вот, в общем-то, вот это все вытаскивают, капают опять миллион каплей, вы в линзах, и вам говорят, все, выходите. То есть ты вроде что-то видишь, но ты еще не понимаешь ничего. То есть прямо после операции я уже видела, не вот так, как я сейчас вижу, конечно, более размыто, более испуганно, наверное, у меня еще шок, какие-то цвета менялись. И все, я вышла к маме. Мама, конечно, у меня просто профессионал съемки, она, конечно, начала снимать. Ты что, записываешь? Говори. Говори. Да не тебе. Говори. Да не надо. Водели тебе халат. Дальше. Сама потом все расскажу. Держи. Иду. Ты хочешь, чтобы я потом такие шикарные фотографии смотрела, да? Да, понятно. Да все. Ну, что там получилось, это просто... Спасибо, конечно, маме, но это получилось не очень качественно. Я, плюс, не хотела, чтобы она меня снимала, я говорю, я потом все сама расскажу. Хотя, на самом деле, сейчас я благодарна, что она делала миллион этих странных фотографий меня сразу же после операции, мгновенно, как только я вышла. Потому что, действительно, вот это вот все чувство видно на моем лице, которое вот это вот капли слезы, все-все-все, сопли и вот это вот красное лицо, лицо разочарования в то же время счастья, что это все закончилось. Это было приятно. Так что маме за это спасибо огромное. Эти фотографии, конечно же, видео не знаю, если оно будет более-менее нормальное, то, конечно, я тоже выложу. В общем, вот так вот операция прошла буквально за 4-5 минут сама операция. То есть, сидела в операционной, ждала действия капелей, когда закончат другого человека, я подольше. Ну, так, в общем счете, я потратила на все это 15 минут. После операции мы посидели какое-то время. Понятное дело, кому делали обычную лазерную операцию. У них уже начинали болеть глаза, какая-то светочувствительность. У меня этого ничего не было на тот момент. Пошли мы в кабинет, в который нас вызвали после этого, после операции сидели мы буквально 20 минут. Нам говорят, вот вам в этом году, хотелось сказать, в этом дне будет все хорошо, комфортно, удобно, приятно. Вы почти ничего не будете чувствовать. Вы будете чувствовать себя не так, как чувствуют люди, которым делают обычную операцию, а не ФРК. Но потом начнется, я прям прям в прямом тексте вам сказали, пиздец. Я такая, понятно, спасибо большое, мне очень приятно это слышать. Дали пакет лекарств, которые мне надо было капать. Что мне с ними делать, объяснили. Как себя вести, если будут адски болеть глаза, если выпадет линза. И, господи, я этого боялась больше всего. Мои мысли просто и выпадет линза. Что, я даже не знаю, как линзы выглядят. Я никогда не держала их в руке, никогда их не носила. И мысль о том, что я ее лишусь и даже этого не замечу. У меня не заживет глаз, я начну слепнуть. В общем, я мысли, конечно, себе понадумывала на тот момент. Просто миллион из самых худших, какие только можно было надумать. Но все обошлось. Но, конечно, как всегда, я была бы не Света, если бы со мной сразу какая-то фигня не случилась. По пути к дому, когда меня уже привезли, я ехала в солнечных очках, хотя не могу сказать, что я себя очень плохо чувствовала еще на тот момент. Заходя прямо в парадную к себе, мне в глаз влетела мошка. Я такая, ну окей, думаю, ладно. А у меня глаза были заморожены, я не почувствовала, что она еще осталась там. Мы бегали по квартире, что-то делали, мерили коньки, потому что привезли и нам сказали, если хотите, можете взять. И такие, без проблем, коньки, почему бы нет. Сейчас у меня три пары лежат в шкафу этих коньков. И самое неприятное было то, что потом я начала думать, что у меня выпадает из глаза линза. Я почувствовала жутчайшую боль в глазу. Я даже помню, что это был левый глаз. Это было безумно больно. Я такая, все, 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 у меня линза выпадает, линза. Знаете, все вот так остановились, господи, я подбегаю к зеркалу, ну а я же теперь вижу, смотрю, у меня на нижнем веке прилеплен кусок мошки. Мне сказали, вот эту область глаз вообще всю не трогать, а у меня в глазу мошка. Ну вот, просто, вот это я. Понятное дело, говорю, мама, мама, срочно, мошка. Мама, давай, ну как? Я говорю, все, мама, давай, просто. Беру зеркало, ватной палочкой снимаю, это нельзя зону глаз трогать. А мне пришлось, потому что вот такая фигня. И потом, все, день я спала, и потом начался. Просто правильно сказали, пиздец. Это вы можете обязательно, если вам интересен все этот процесс, посмотреть в моих влогах, которые я выкладывала, потому что там действительно видно, насколько я себя плохо чувствовала. Хотя, как оказалось, это были еще цветочки. Но, а я с вами на сегодня прощаюсь. Во второй части я поделюсь с вами всеми расходами, которые мы потратили на операцию. Что я делаю сейчас, какие я капли капала на тот момент, какие я капу сейчас, потому что спустя 5 месяцев я до сих пор еще занимаюсь своими глазами, хожу к врачам, расскажу, какие диагнозы мне после этого поставили. Не очень хорошие, и их два. Так что, если вам интересна эта тема, пишите обязательно все свои вопросы. Я обязательно отвечу либо в комментариях, либо в следующем видео. Люблю, целую. Спасибо вам за просмотр. Ждите завтра нового видео, ведь они выходят каждый день. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok